Всем привет! Снова рад вас здесь видеть. И в принципе, когда кто-то рассказывает, допустим, о медицинской теме, он спрашивает, а вот есть среди вас медики? Но в данном случае, я думаю, нет смысла спрашивать, а вот есть среди вас тех, кто хоть раз ходил в магазин? Потому что наверняка в магазине были все. И сейчас мы с вами поговорим о том, какие же проблемы могут возникнуть в магазине, как с этим бороться, когда вы действительно можете отстаивать свои права. Едем дальше. Значит, на что мы обращаем внимание? Мы обращаем внимание на цену. И действительно, бывают такие ситуации, когда вот мы что-то посмотрели, нам понравилась цена, мы подходим на кассу, а нам пробивают цену, которая на самом деле выше. И когда мы начинаем возмущаться, они нам говорят, ну извините, девочки не успели поменять ценник. Законно это или нет? На самом деле абсолютно незаконно, потому что закон Украины о защите прав потребителей, а также правила осуществления торговой деятельности, они говорят, что цена на товар должна быть указана на ценнике. Либо, допустим, если это кафе-ресторан, то указывается в меню. И таким образом продавец обязан нам продать товар именно по той цене, которая указана на ценнике. Почему так? Потому что есть такое понятие, как оферта, публичный договор. Когда мы приходим в магазин, продавец нам предлагает что-то купить. Он предлагает, соответственно, нам конкретный товар, тару по конкретной цене. И вот когда мы посмотрели, нас все устроило, мы согласились, мы приняли условия договора, мы взяли этот товар, мы пошли на кассу. Таким образом продавец сам нарушает свой договор, потому что он нам предложил товар по одной цене, а на кассе он уже говорит, что извините, давайте вот по другой цене. Допустим, лично я как поступаю, если я уверен, что они на ценнике указывали одну цену, когда цена указана не на самом товаре, да, не наклеена, как часто бывает в гипермаркетах, вот стоит общий ценник, написано там производитель, объем. И я уверен, что действительно они не правы, то чтобы они быстренько не сказали, что пока там сейчас старший кассир придет и не поменяли ценник, я действительно покупаю, я получаю чек, потом идем, сравниваю, и мне возвращают разницу. То есть у них другого выбора нет, потому что это они не правы, и абсолютно меня не должно волновать, что девочка не успела поменять ценник, или вот как недавно на одном из одесских новостных сайтах была информация, когда в кафе на Заболотного людям принесли чек, который был на 400 гривен дороже, потому что, как они объяснили, ну вот у нас новое меню, мы просто не успели его поменять, поэтому вы посмотрели в старом. Такого быть не должно. И та история закончилась тем, что действительно они выбили людям новый чек, который был по нормальным ценам, как было в том меню. Едем дальше. Есть такое понятие, как срок годности и гарантийный срок. Когда мы говорим о каких-либо продовольственных товарах, либо товарах, которые в силу времени могут терять какие-то свойства, становиться вредными или, наоборот, бесполезными для организма, допустим, косметики, то для них устанавливается срок годности. Это вот обозначает, что вот с момента, когда его изготовили, происходит какой-то срок, после чего его вообще нельзя использовать, его нельзя продавать. И на многих товарах, допустим, на той же косметике указывается еще такой вот значок. Это обозначает, что если, допустим, у него срок годности, скажем, два года, то на значке указывается количество месяцев после открытия. То есть мы открыли, срок годности еще вроде как и не прошел, но на самом деле уже вот после этого срока лучше им не пользоваться, потому что он теряет уже свои свойства. А когда мы говорим о гарантийном сроке, то это тот срок, в течение которого мы можем предъявить какие-либо претензии продавцу. Ну, либо, допустим, если есть сервисный центр, который осуществляет обслуживание, часто это касается бытовой техники, то, соответственно, обратиться за гарантийным обслуживанием. И гарантийный срок исчисляется с момента, когда мы получили товар. Есть еще такой важный момент. Если гарантийный срок не указан, обычно он указывается либо в сопроводительных документах, либо на самой там вот этикетке товара, то если он вообще не указан, то мы имеем право обратиться за гарантийным обслуживанием в течение двух лет. И у меня действительно был такой случай, я купил себе наушники для мобильного телефона, через год они перестали работать. И так как нигде не было указано в течение какого срока на них распространяется гарантия, то я к ним обратился, правда устно они отказались меня обслуживать, пришлось написать им письменную жалобу и я получил ответ, что да, пожалуйста, приходите, мы вам вернем деньги. Дальше, пожалуйста. Вот есть такое распространенное мнение, что вот если товар под словами распродажа, уценка или БУ, то на него гарантия не распространяется. Вот давайте разберемся, так ли это. Что такое распродажа? Распродажа это обычного качественного, это продажа обычного качественного товара. Допустим, магазин закрывается, им надо вот срочно освободить помещение или вот одежда, она вышла из тренда, это прошлый сезон, они распродают. Таким образом, это как на любой обычный товар распространяется у нас гарантия. Если это уценка дефектного товара, допустим, вот продается телефон в магазине, но у него какой-то скол или вот он стоял на витрине, у него там плохо работает одна кнопка и именно вот из-за этого дефекта его немножко уценили. Таким образом, на него тоже распространяется гарантия, но если она не связана с той поломкой, в связи с которой произошла уценка. Поэтому в таких случаях очень рекомендуется, чтобы в документах сопроводительных или даже в том же товарном чеке было указано, в связи с каким дефектом он был уценен. Потому что если, допустим, вы купили мобильный телефон, у которого есть небольшие царапины на экране и у вас он перестал через неделю вообще звонить, или кнопки перестали работать, то продавец не имеет права вам отказать, сказав, ну вы же купили телефон с дефектом, что вы хотите. Но если эта информация нигде не была указана, то продавец как бы может настаивать, что дефект уже был до этого и вы купили с этим дефектом. Поэтому обращайте на это внимание. Что касается БУ товара, прежде всего продавец, конечно, обязан вас предупредить, что товар бэушный. И закон указывает, что гарантия на БУ товар распространяется только на усмотрение продавца. Поэтому выгодно, когда покупаешь БУ товар, обязательно спросить продавца, а есть ли на него какая-либо гарантия. И эта гарантия должна быть закреплена, допустим, в том же товарном чеке, в каких-то сопроводительных документах. Иначе, в противном случае, на БУ товар вам просто откажут гарантийное обслуживание. Дальше, пожалуйста. Вот, наверняка каждый из вас слышал, что вот в течение 14 дней можно товар вернуть. А вот что вообще эти 14 дней, что к ним относится? 14 дней относятся к товару надлежащего качества. Если вы купили товар и по какой-либо причине он вас не устраивает, допустим, по цвету, по размеру, да, вот что-то вы купили, а он в квартиру вам, в двери даже не заходит, вы можете его вернуть в течение 14 дней при соблюдении определенных требований. Прежде всего, у вас должен быть товарный чек. То есть, это квитанция, либо еще какой-то другой расчетный документ, по которому видно, что вы именно купили. Если товар не использовался, то есть, это не может такое быть, что вы вот включили, образно говоря, там телевизор, недельку его посмотрели, а потом все, мне надоел, вот, друзья тоже оценили, можно обратно в магазин отдать. Если товар сохранил товарный вид, то есть, на нем нет никаких потертостей, он выглядит вот именно так, как вы его купили. Если сохранены все пломбы и ярлыки, особенно это касается бытовых приборов, в том числе и вот, когда я говорю про товарный вид, это относится и к таре. То есть, если мы, допустим, распечатали товар, который вот каким-то таким образом запечатан, что мы не можем потом его обратно упаковать, не повредив упаковку, то уже продавец может сказать, что извините, но вы повредили товарный вид. И сохранены свойства товара, то есть, товар можно использовать по тому назначению, для чего он предназначен. Кабинет министров Украины, он установил перечень товаров, которые не подлежат обмену, даже если это качественный товар. Перечень достаточно длинный, я на память все не помню. Как пример, я могу сказать, что это средство личной гигиены. Допустим, зубные щетки, помазки, детские соски, это духи, дезодоранты, шампуни в том числе. Почему? Потому что человек мог, допустим, два раза использовать духи или дезодорант, и по ним невозможно установить, что человек их использовал или нет. Это драгоценности из драгоценных, полудрагоценных металлов. Прекрасно понимаем, да? Человек купил, одел, там куда-то вышел, вечером их показал, на следующий день говорит, а давайте я вам верну. Диски и кассеты. Медикаменты. В аптеках наверняка вы видели, очень часто висит табличка с предупреждением, что лекарственные препараты обмену и возврату не подлежат. То есть, даже если вы не распечатали конвалюту, то вас обратно не примут. В том числе и детские мягкие игрушки не подлежат обмену и возврату. Едем дальше. Возврат некачественного товара. Когда мы в течение гарантийного срока обнаруживаем какой-либо дефект, то мы имеем право прийти к продавцу и предъявить ему претензию. И он может на наш выбор, то есть мы можем от него потребовать на выбор, либо уменьшить цену соразмерно вот этому вот дефекту, либо устранить этот дефект, отремонтировать простыми словами, либо оплатить нам стоимость устранения дефекта. Что такое существенный дефект? Существенный дефект – это дефект, который, во-первых, не может быть устранен, и при этом дефекте мы не можем по прямому назначению использовать товар. При существенном дефекте нам продавец либо возвращает всю сумму, либо же заменяет на такой же, либо аналогичный товар. Если у продавца возникают какие-то сомнения, я говорю продавец, но в принципе это распространяется и на сервисные центры, если они взяли на себя обязательство ремонтировать, допустим, технику, которую продает какой-то магазин, то есть в принципе правила одни и те же. То на 14 дней он может его забрать для проведения экспертизы. С вашего согласия этот срок может быть и больше, но не более 14 дней, вот если вы не согласны на более длительный срок. Далее, пожалуйста. Меня часто спрашивают, а надо ли хранить коробку. Вот иногда к людям прихожу, смотрю, у них квартира завалена пустыми коробками. Говорю, а чего вы их храните? Ну вот как же там у холодильника 3 года гарантия, вот 3 года буду хранить. На самом деле коробку есть смысл хранить только 14 дней, если вы хотите вернуть его как качественный товар, который вот не использовался, и в таре он своей сохраняется. Вот такое распространенное мнение, что у нас не возьмут на гарантию, если у товара нет коробки, на самом деле не имеет права нам отказать. Зачастую вот они выдвигают требования, что товар же должен как-то транспортироваться, но при этом мы должны помнить в первую очередь, что если товар габаритный, либо он превышает 5 килограмм, то доставка продавцу либо в сервисный центр и обратно к нам, она осуществляется за счет продавца. Поэтому, ну и это у нас коробки, значит это их проблемы, как они будут его транспортировать. Дальше, пожалуйста. Устранение дефектов должно проводиться в срок не более 14 дней. То есть, если у вас там не работает, допустим, мобильный телефон, и у вас его приняли на ремонт, то 14 дней это максимальный срок, в течение которого они его обязаны отремонтировать. И по вашему письменному требованию, на то время, когда товар забрали на ремонт, вам выдается товар такой же марки, не обязательно модели. Но если, допустим, срок 14 дней прошел, а вам не вернули ваш товар, либо вам по вашему письменному требованию не смогли выдать другой товар, которым вы могли бы пользоваться, то в таком случае за каждый день такой задержки вам продавец обязан выплатить неустойку, которая равняется 1% стоимости товара. На 10 дней вот они просрочат ремонт, значит, вот они должны будут за каждый день заплатить 1% стоимости товара. Дальше, пожалуйста. Знакомая картина, да, наверняка вот, дай бог, чтобы вы не попали в такую ситуацию, но многие из вас могли такое видеть, когда человек случайно локтем или еще как-то неудачно облокотился, и вот с полок попадали бутылки, разбились, и подходит администратор или охранник магазина и говорит, ну разбил, плати. На самом деле, что делать в такой ситуации, если я разбил товар? Обязан ли я доставать деньги из кармана и платить за тот товар, который я разбил? Вовсе нет, потому что по гражданскому кодексу риск случайной гибели имущества несет владелец. Но ущерб, который я ему причинил, я обязан возместить, но в том случае, если моя вина будет доказана. То есть, владелец имеет право переписать мои данные, если я, допустим, не согласен с тем, что я причинил ущерб по своей вине. Он может переписать мои данные, подать на меня в суд и предоставить доказательство, что действительно по моей вине был причинен ущерб. Потому что также он должен доказать, что он предпринял все меры для сохранности вот этого вот товара. Мы можем видеть, допустим, даже на данной картинке, как некоторые бутылки, они нависают над краем стеллажа. Во многих хороших магазинах мы можем замечать, когда вдоль вот таких полок идет металлический ограничитель, который препятствует тому, чтобы бутылка, допустим, упала и разбилась. Зачастую, когда проводятся какие-то новогодние акции или еще что-то, ставятся просто там стеклянные картонные коробки, и сверху на них вот как пирамида выстраиваются какие-то бутылки с надписями там «Акция распродажа», и человек, просто случайно зацепив картонную коробку, рушит всю эту пирамиду и, соответственно, по мнению администрации магазина, попадает на деньги за каждую разбитую бутылку. Хотя на самом деле именно они виноваты в том, что они не предприняли мер для сохранности товара. И если вы не согласны с тем, что вы виновны, пожалуйста, переписывайте мои данные, подавайте на меня в суд и доказывайте мою вину. Дальше, пожалуйста. Ну, что хочет охранник, в принципе, часто бывает ситуация, когда на выходе к нам подходит охранник и говорит, ну что там, выворачивай карманы, давай буду тебя обыскивать. На самом деле мы должны помнить, что охранник, он не является представителем правоохранительных органов. Это такой же человек, как и мы, он просто сотрудник магазина, который выполняет какие-то свои функции. Но мы не обязаны выворачивать карманы, он не имеет права проводить наш личный досмотр. Если по каким-либо причинам, допустим, через камеру видеонаблюдения, он нас подозревает в том, что мы совершили кражу какого-то товара, то он имеет право вызвать сотрудника полиции, который уже в соответствии с процедурой проведет личный досмотр, посмотрит, какие товары у нас находятся, составит в отношении нас либо административный протокол, если это мелкое хищение, либо, соответственно, уже будет заведено уголовное дело по статье кража. Но двух понятых с оставлением протокола. Но я на лекции про взаимоотношения с полицией рассказывал, что полиции по новому закону еще дали такое полномочие, как поверхностный осмотр, когда они могут рукой провести по вашей одежде и попросить вас вытащить содержимое из карманов. Но, тем не менее, старую процедуру из Кодекса административных правонарушений никто не отменял. То есть протокол личного досмотра с присутствием двух понятых, но никак уж это не прерогатива охранника. Едем дальше. Ну, жалобная книга, помните такое советское название фильма «Дайте жалобную книгу», где гражданин боролся за свои права, и мы не давали жалобную книгу, он хотел там что-то написать. Правильно она называется «Книга отзывов и предложений». Но в народе мы привыкли ее называть «жалобная книга». Где она должна вообще храниться, в каких случаях нам ее должны давать? Прежде всего, в любой торговой точке и в заведении ресторанного бизнеса должен быть уголок потребителя. И вот в уголке потребителя, кроме прочих документов, где будет там выписка из реестра, другая обязательная информация, должна храниться книга жалоб и предложений. Допустим, если магазин имеет несколько отделов, в каждом отделе должна быть книга жалоб и предложений. Она должна быть на видном месте, а не где-то там вот под столом и не имеет права работник предприятия нас спрашивать, а что вы хотите туда написать? Это наше личное дело, что мы хотим туда написать. Может быть и благодарность, но он не имеет права нам препятствовать к тому, чтобы мы вот взяли эту жалобную книгу. Единственная проблема, что в законодательстве не указано, что вместе с жалобной книгой должна находиться авторучка. И поэтому формально выполняя требования законодательства, они даже оставляют жалобную книгу на видном месте, но когда человек говорит, дайте мне, пожалуйста, ручку, они говорят, а мы не обязаны вам предоставить. Поэтому действительно для таких случаев желательно хотя бы какой-то там огрызок карандаша иметь при себе, чтобы можно было написать. И после того, как вы написали в жалобной книге замечание, если вы указали там свой контактный адрес, почтовый адрес, то руководитель обязан в течение недели выслать заявителю письменный ответ на указанный им адрес. А с обратной стороны этого листка, где вы написали замечание, он обязан написать, какие меры приняты. Честно говоря, я достаточно часто писал в книге отзывов и предложений свое недовольство, ни разу не получал письменного ответа. Максимум это вот, что я ради интереса приходил и смотрел, что же там написал руководитель. Ну, обычно это просто была отговорка премиум меры. Один раз действительно было, когда вот мне руководитель перезвонил на указанный мобильный номер, извинился, сказал, что больше такого не повторится, но это вот было в сети автозаправок. За несоблюдение требований по введению жалобной книги есть административная ответственность, предусмотренная кодексом об нарушениях, статья 155. Но на самом деле ответственность там незначительная. от 17 гривен за повторное нарушение могут уже владельца привлечь тоже к административной ответственности, но уже немного серьезнее. Дальше, пожалуйста. И вот три кита, на которых стоят, строятся наши права как потребителей. Это гражданский кодекс, это вот следующий, такой самый журный кит, закон о защите прав потребителей и порядок осуществления торговой деятельности и торгового обслуживания. И когда вот я с вами говорил про уголок потребителя, вот последние два документа, закон и порядок, они на требования потребителя обязаны быть ему предоставлены для ознакомления. И вот обычно в нормальных магазинах они эти законы, этот закон и порядок осуществления торговой деятельности, туда же ставят в уголок потребителя, чтобы гражданин мог его достать, почитать и ознакомиться. И вот опять-таки за несоблюдение требований по оформлению уголка потребителя владелец будет нести административную ответственность. Кроме того, закон о защите прав потребителей предусматривает и финансовые санкции для владельца. В том числе, допустим, если обнаружен просроченный товар, если неправильно указаны цены. Поэтому не стесняйтесь, обращайте обязательно на это внимание. У нас есть такой орган, который называется Госпотребнадзор, куда мы можем обращаться? Соответственно, в его региональное управление в том числе, с жалобами и после осуществления проверок на владельца торгового заведения будут наложены финансовые санкции, если действительно ваши претензии подтвердятся. Дальше, пожалуйста. Я надеюсь, что теперь мы с вами стали более подкованными, не будем бояться ходить в магазины, более того, не будем бояться отстаивать свои права. Спасибо за внимание, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ И у нас здесь находится Гвозд Потребнадзор. Значит, смотрите, насколько я знаю, до последнего момента он находился в здании напротив Куликова поля. Канатная, восьмскри, первый этаж. Там отделка вот видите, вы даже знаете лучше меня. Да, я тут торговый идет. Второй вопрос. Те наушники, которые вы давали взамен, у вас был чек? Да, конечно. Я всегда сохраняю товарный чек. То есть, даже вот сразу вот такой вопрос, мне многие рассказывают, что, а вот я на рынке покупал, мне не дали. На рынке обычно торгуют СПДшники, у них нету кассового аппарата, но я говорю, пожалуйста, выпишите мне товарный чек. И они достают такую вот пачечку товарных чеков, обычно уже проштампованных, вписывают туда дату, вписывают наименование товара, вписывают его цену, отрывают. Это вот и есть расчетный документ, который я им предъявляю в случае, если я хочу обратиться за гарантийным обслуживанием. Просто очень часто у меня были случаи, когда они то дату не поставят, то подпись не поставят. Конечно. Ну, обращайте, обращайте внимание, да. Вы говорили в своем выступлении о том, что если в магазине есть несколько отделов, каждый обязан иметь свою книгу. Да. обзор. Там есть отдел кулинарии, там есть отдел заморозки. Как правильно понять наши условия разделения в магазине отделов? Чем идет градация? Ну, на самом деле никак. В данном случае никак. То есть, они это расценивают как одно помещение, и поэтому у них жалобная книга одна на весь магазин. Но она у них есть, я сам делал записи в книгу жалоб обжоре, да. Давайте вот с левого края начнем. Пожалуйста, вижу руку. Вот у меня вопрос, когда я недавно купил телефон, и вот вы сказали про шарфы санкции. Месяц телефон нужно гранировать и на обслуживание, в ремонте. То есть у них тут какие-то куда писать? Потому что есть в принципе законы, в принципе реалии. Как вот есть это? Да, смотрите, прежде всего должна быть зафиксирована вот дата, когда она сдала им телефон на гарантийное обслуживание. И мы должны помнить, что вот именно с той даты, когда человек предъявил претензию, останавливается вот этот вот гарантийный срок. То есть на тот период, когда человек не мог пользоваться товаром, останавливается гарантийное, течение гарантийного срока. Причем с момента обращения. То есть если, допустим, у меня большой телевизор, я не мог его сразу привезти, я вначале им написал, что вот извините, у меня такая беда, приедьте, заберите. Поэтому, когда у нас есть конкретная дата, когда они забрали у нас вот этот товар на ремонт, за каждый день, вот после истечения 14 дней начисляется 1% пени. То есть мы, в принципе, в данном случае я рекомендую написать им письменно, что вот в соответствии с законом Украины о защите прав потребителей, статью, понятно, я вам часто так не вспомню, но вы можете там это найти, за каждый день просрочки начисляется 1% пени. Поэтому вот на текущий момент вы мне должны такую-то сумму, прошу мне ее выплатить. И уже исходить из того, как они будут дальше реагировать. То есть вы можете защищать свои права через Госпотребнадзор. Единственная проблема, что у нас до конца 2017 года наложен мораторий на проверку деятельности предприятий. Но это не обозначает, что они вообще не осуществляют проверку. Это касается плановых проверок. А если обращается физическое лицо о нарушении своих прав, то они, получив дополнительное согласование, проводят внеплановую проверку, то есть вмешиваются в ваше дело. То есть два варианта. Госпотребнадзор либо судебная защита. Когда вот вы подаете иск, вы будете правы в данном случае, если они откажутся возмещать вам вот эту вот неустойку. Но следует понимать, они взяли на экспертизу на 14 дней или они уже приняли в ремонт. Потому что... Вот. Тогда за каждый день после 14 дней. Смотрите, когда вы сдаете на ремонт, как правило, вам выдается сервисный талон. В разных заведениях это... Я пришел на почту, отправил в Киев. Какой у меня должен быть документ подпишетающий? Это отправки? Это... Да. То есть у вас в данном случае будет талон, что вы отправили. Оплачивайте оплачивание или я оплачиваю? Смотрите. Если более 5 килограмм, то обязаны за их счет. То есть может быть они скажут, мы к вам приедем, мы заберем. Либо они скажут, вы к нам отправьте, а мы оплатим. Но более 5 килограмм... Вот проблема, когда мы говорим вот габаритный товар, к сожалению, закон не устанавливает понятия, что такое габаритный товар, вот что считается габаритным, а что нет. Но по весу четко указано, что более 5 килограмм доставка за счет сервисного центра либо продавца, смотря куда мы отправляем. И... Либо это будет сервисный талон, если мы отдали продавцу или в сервисном центре, где указана дата, когда они приняли. Либо если мы отправили по почте, это соответственно будет... Надо делать опись. Ну и желательно. Для того, чтобы в будущем вы могли защитить свои права. Лучше перестраховаться. Дальше вопросы, пожалуйста. Я видел еще руки. Да, пожалуйста. Я хочу включить по одному вашему пункту. К примеру, если у меня сломались наушники, я отнес их в сервисный центр. Они там их взяли на 14 дней. Если напишу соответствующее письмо, они мне должны выдать на время, пока находятся наушники в сервисе? Не на время ремонта, но не на время экспертизы. То есть... На время ремонта. То есть экспертиза проводится для чего? Для того, чтобы доказать, что ущерб, поломка, она произведена не по вашей вине. Потому что понятно, если вы, допустим, уронили, они увидят, что там механический удар был, то они просто вам откажут в гарантийном обслуживании. И вот если они приняли на ремонт, но опять-таки только по письменному заявлению, это не обозначает, что в каждом случае они вам обязаны предоставлять взамен. Еще один маленький вопрос. Если охранник на выходе из магазина просит меня предоставить ему чек показать, или он хочет осмотреть мой кулёк с покупками, как я должен действовать? На самом деле, на самом деле у него нету юридических прав на то, чтобы осматривать ваш кулёк с покупками или вообще препятствовать вам выйти из магазина. У меня была ситуация, когда я просто отказался охраннику показывать чек. Я выходил из гипермаркета, чек был очень длинный, и я очень спешил. И наблюдая, как вот перед ним стоит там три человека, и вот у каждого он сверяет по наименованиям и смотрит, а что же у него куплено. Я просто прошел мимо этой толпы, он сказал там, идите сюда. Я сказал, извините, я спешу, у меня ничего не пищит, до свидания. Ну, как бы это было мое право, и он за мной не погнался. А вот если запущалось? А если запищало, тут уже другой вопрос. Опять-таки, охранник не имеет права проводить личный досмотр. То есть обычно он нам предлагает, что, пожалуйста, вот покажите, какие вот у вас там вещи куплены, пожалуйста, покажите свой чек. Если вы отказываетесь вот это делать, то максимум, что он может, это дождаться приезда полиции, чтобы вместе с ними провести личный досмотр. Ну, да, он может как понятой, допустим, выступать даже в том случае. Но самостоятельно он может это проводить только по вашему личному согласию. Когда, допустим, человек понимает, что ему нечего скрывать, и он не хочет задерживаться, он говорит, ну да, конечно, посмотрите, все, проверили, как бы проблем нет. Но заставить он не может. А если я не хочу ждать полицию, я тоже могу уйти? Вот мне часто задают этот вопрос. Все зависит от того, достаточно ли у охранника основания полагать, что вы совершили кражу. Потому что если, допустим, вы, ну, по камере наблюдения было видно, как вы, допустим, украли мобильный телефон, вы совершили преступление, и он совершает, ну, скажем так, гражданский арест. На самом деле, нигде в законодательстве нет такого понятия, как гражданский арест. Это просто вот проявление сознательной позиции гражданина, когда он видит, что совершено преступление. Фактически, если я даже просто вижу, как другой человек что-то украл, я его пытаюсь задержать. Но в таком случае это на его именно страх и риск, что он применяет к вам физическую силу. И если вдруг потом окажется, что применение физической силы было неправомерно, что ему просто показалось, что вы там засунули руку в карман, а ему показалось, что вы там что-то, прилавка засунули, то, соответственно, он понесет ответственность. И в том числе, даже если он вас запрет, допустим, в подсобке, то он может понести уголовную ответственность за незаконное лишение человека свободы. То есть независимо от того, на неделю человека держали где-то в подвале загородного дома или вас заперли в подсобке. Это будет уголовная статья. Пожалуйста, молодой человек. Если, допустим, мне нет 16 или 18 лет, имею ли я право написать жалобу или благодарность книгу от спокоприложителя? Конечно, конечно. Вы, как любой человек, имеете право написать благодарность или жалобу, если вам что-то не понравилось. Это обращение, которое таким образом вы адресуете руководству. Давайте не будем отвлекаться, потому что еще есть вопросы. Да, пожалуйста. Если мы имеем дело, допустим, со сложной какой-то техникой, например, принтер, и обычный пользователь может и не разбираться во всех процессах внутренних. Где вот эта грань, которую они могут описать? Допустим, что произошла поломка по вине сутки по вине пользователя? Или она как-то... Вот это, кстати, очень распространенная проблема, когда мы не можем понять. Вроде мы ничего не роняли, а они нам говорят, ну, это ваша вина, у вас там... Да, взяли, допустим, на экспертизу, сказали, что обнаружены технические повреждения. В таком случае мы можем заручиться поддержкой какого-либо эксперта, который составит свой независимый акт и уже в судебном порядке доказывать то, что они неправы, что поломка произошла не по нашей вине, и они обязаны принять на гарантийное обслуживание. К сожалению, такое происходит достаточно часто, когда все списывается на, допустим, повреждения вследствие удара. Давайте, вот последний вопрос, потому что, к сожалению, у нас уже время, вы сможете со мной пообщаться после окончания. Ну вот, девушка, давайте вот вас выслушаем. Я хотела сказать вопрос. В моей жизни произошел такой курьезный показательный случай. Несколько лет назад я пошла на продовольственный рынок и пока стояну продукция, мне там нужна баланса. Пока я стояла в очереди, я постукивала по прилавку, ну, слушала музыку. Вот. Впоследствии продавец отказалась мне продать то, что она продавала, потому что я рассказала, что, ну, я постукивала, хочу навесить на нее порчу. Ну, в принципе, это, на самом деле, не важно по другому причине, но она отказалась мне продать свой товар. Залей ли она право на это? И если нет, то тогда каким образом мне застричь ее продать? Закон Украины о правах потребителей, он предусматривает, что продавец, он обязан одинаково обслуживать всех посетителей, без каких-либо вот предпосылок. Допустим, там, что вот вы мужчина, извините, я вот мужчину не люблю, а феминистка, я вас не обслужу. Вот. То есть, ну, как бы продавец не имел права вам отказать в обслуживании только по той причине, что вот, а вы на меня порчу наведете, я не хочу вам продавать этот товар. Ну, фиксируйте факты, обращайтесь в Госпотребнадзор, в том числе можете с помощью мобильного телефона зафиксировать диалог и написать жалобу в Госпотребнадзор. Спасибо за внимание. Я для последнего слова передаю микрофон Александру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!